Дарик, ты за кого голосуешь? Я не могу назвать имени исполнителя, потому что это фора будет. У меня не отправляется за того, за кого я отправлю. А надо оплатить телефон, Саша. Серёга, а ты кому пишешь? Я жене, что буду поздно. Без меня не начинай. Ну что ж, к новостям. Девять государств Восточной Европы, которые только недавно были приняты в Евросоюз, потребовали от западных партнёров исключить протекционизм в рамках ЕС. Более того, новички попросили об ускоренном вхождении в зону евро, а также о кредите в 300 миллиардов евро. На что евро-ветераны ответили отказом. Но до этого им помогали. То есть Европа помогала. Ну, чтобы они вошли. А как только вошли? А сейчас уже... Ведь в советское время как было, ребят? Как было в советское время? Я расскажу, как не единственный человек, который помнит. Ты, кстати, твой сегодня костюм полностью описывает то, как было в советское время. Да. Неважно. Не очень. Так себе. Было в советское время как. Все говорили, поедемте-ка, отдохнём в Палангу. Это было счастьем в Юрмалу попасть, в Таллин, в Ригу. А эти страны подумали, что выйдя из состава Советского Союза, они будут вызывать такие же эмоции у европейцев. Ну, поначалу так... Они рассчитывали, что жители Венеции... Что будем делать летом? В Палангу поедем. Парижане говорят... Да, Парижане. Что делать в Париже в сентябре? На Слэнче в Брян. К Лайпиду. Ну, а что? Как эта вечеринка сбитых лётчиков, в принципе, выглядела? Вот пришла Латвия, пришла Польша. Латвия принесла шпроты. Венгрия, горошек. Они собрались. Болгария принесла лечо. Чехия принесла пиво. Чехия принесла пиво. Литва принесла Эстонию. Ну, когда нечего нести, они не носят друг друга. Сама ножку молочила, но принесла. Вот, представьте, собрались. А вы понимаете, ситуация, которая возникает. Они просто были сначала с СССР, потом подумали, что мы ослабели, а и к Европе. А нет, Прибалтика всегда идёт к сильному. К сильному пытаются присоединиться. К состав сильного. Надо им, чтобы Прибалтика вошла в состав Валуева тогда. В его Валуевский состав? Да. Столыпинский вагон, Валуевский состав? Валуев тронется, состав остается. Как поётся песня. Одним словом, эти страны ещё раз подтвердили то, что без России, без дружбы народов, без искренних отношений прожить невозможно. Надеялись на Европу. А Европа... А Европа... Подвела. Ну, не подвела. Старший брат есть, а донашивать нечего. Да. Но надо отдать должное. Есть один субъект Варшавского договора, который, в отличие от всех остальных, остался в составе Советского Союза. Бе? Я Филипп Киркоров. Статья в газете Труд называется «Медведев ответил Обаме из Испании». Дмитрий Медведев отказался принять предложение Барака Обамы о совместных действиях по решению иранской ядерной проблемы в обмен на отказ США от размещения ПРО в Европе. То есть у них сейчас новая, да, тема? Да. То есть они предложили там, давайте мы ПРО не будем, а вы Искандеров уберёте. А вы заняты будете. Из Калининграда, да? Вы с Ираном нам поможете, а мы ПРО не будем. Кстати, нет крещения, я просто... Вот они говорят, что они откажутся от ПРО. У меня есть внутреннее ощущение, что им просто уже не приходит в голову, каким образом можно это ПРО строговать и на что. Сбагрить. Сбагрить ПРО. ПРО уже запашок такой от ПРО пошёл уже, да? Через гастрономы хижей. Мне кажется, скоро начнётся бред. Мы ПРО уберём, а вы Буйнову запретите петь. Я не знаю, идиотизм. Вы раките... Это, я думаю, адекватная замена. Мы уберём ПРО, вы перестаньте выпускать УАЗ Патриот. Ладу Калину перестаньте выпускать. Класса земля-воздух. Я не знаю. Давайте мы закроем тюрьму, а вы закройте вытрезвитель Сызрани. Или они говорят, мы скажем, кто убил Кеннеди, а вы нам скажите, сколько лет Харатьяну. Не, ну такую страшную тайну Россия не откроет. Мы Макдональдсы закроем, а вы Макдональдсы закройте. Вот это честно. Вот это честно. Вот это согласно. Именно с таким объявлением обратилось на руководство крошки картошки. Ко всем странам. Вы Макдональдсы закройте, а вы Макдональдсы закройте. А тут и мы. И Дмитрий Анатольевич Медведев дал очень ясно и прозрачно понять, что никакой торговли в сфере вот этих... В роуминге был человек. Да. В общем, сделки не будет. Правильно? И в то же самое время в США, вернее, не в США, что я вру, в РБК Дейли. Итак, друзья. ЦРУ или... СРУ. СРУ и СРА. СРУ сосредоточит свое внимание на России и Китае. Разведка США будет информировать Барака Обаму об экономической ситуации в мире в ежедневном режиме. Особое внимание будет уделено влиянию финансового кризиса на внешнюю политику России и Китая. Такой странный выбор ЦРУ. Это то, если они решили... Все это время они тупили просто за старшую силу. А мы Антарктида и Лаосом занимались. Не надо было? А мы же думаем, мало ли там что-то с пингвинчиками там. В Лаосе. В Лаосе, да. И тем не менее, новый шеф ЦРУ. Ух ты. Леон. И у них поснимали. Леон. Леон киллер. Так говорят его тараканы. Леон Панетта сообщает о том, что теперь, во-первых, Барака Обама будет ежедневно информировать об экономической ситуации, а не как прошлого президента раз в год. Нет, дело в том, что ЦРУ и раньше тоже информацию, все отчеты, Бушу всегда на столковали. Только Обама первый, кто начал читать. Да это вот этот человек. Да это вот эти знаменитые дома из бумаги. Да, эти шапочки для маляров. Интересно, каким-то образом, Саш, как ты думаешь, каким-то образом ситуация в Америке, в ЦРУ, в Белом доме, какой-то отпечаток на ситуацию в нашей стране нанесет? Да. Какую? Я думаю, опять на улицах появятся люди в черных плащах, в очках, такие вот, в шляпах широкопол. В лазончике такие, да? Где живет Брежнев, знаете ли? Вы откуда? Я свой логочный. Продайте секрет. О, как пройти в Горький парк? Вы не могли бы, невзирая на мой акцент, показать мне чертеж? может, нам своих пионов в Америку заслать тоже? Ну, ваших полно там будет. Ваших заслать. Ваши там пол Канады и мы в Чикаго есть. Вы в Лос-Анджелес, а наши в правительстве. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, настроение у меня поднялось. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, завтра 8 марта. Секунду, завтра 8 марта. 8 марта завтра. Сколько подарков-то у тебя будет, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет! С наступающим наступающим восьмым марта. Привет, новая марта. Это Саша, познакомься. Я думала, куда бы прийти, так, чтобы сразу вот четверо таких сумасшедших Я единственный из вас, ребята, подготовился, я знал. Я вижу, что ты делал. Единственный из вас взял, потратился. Сережа, там четное количество потратился. А как мы с Ваней потратились, да. А я, ребята, с утра побежал в кондитерство. А мы-то как потратились. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, давайте, от всех от нас, Вера, Вера, поздравляем тебя с восьмым мартом, в твоем лице всех женщин поздравляем. И, Вера, пускай у нас будет хотя бы надежда. Поздравляем с восьмым мартом, да. Спасибо. Давайте поздравляем. Дорогие женщины, нас всех поздравили, будьте спокойны, поцеловали четверо, красиво. С хорошим чувством юмора. Ну, ты можешь не обобщать. Четверо, красивый. А с хорошим чувством юмора. А с хорошим чувством юмора. Блондин. И цикала. Смотрите, вот сейчас с телевизора люди включили, говорят, слушайте, блин, у Виагры опять новый состав. Да что ж такое? Ну, посмотрев на Гаррика, скажут, ну, черненькая все-таки самая красивая. Самая ритуальная. Эх, вернулась черненькая. Спасибо, ребята. Спасибо, Вера. Что вы будете дарить девушкам? Вы сегодня делали мне подарок тем, что вот я здесь с вами сижу, и цветы. Таким образом, ты напомнила всем нам, что мы женаты. Это спасибо тебе за это. Гарик. Да, Вера. Скажи мне, как променин украинки, что ты подаришь своей жене на 8 марта? Я своей жене на 8 марта подарю самое дорогое, что у меня есть. Армянское гражданство. Давайте еще раз. Еще раз, Вера, это не самое, это не так дорого. Русская, русская гораздо дороже. Ребята, еще раз, попробуем, Вер. Я единственный, который поздравил Веру и подарил цветы. Да. 600 рублей у Гаррика купил у него запросил. И в прайзе тоже. А давай пусть Вера у меня спросит, что я хотел ей подарить, но не получилось. Гарик, скажи, пожалуйста, что ты хотел мне подарить сегодня, у тебя не получилось, и ты это подаришь завтра жене. Уважаемая жена, я обращаюсь к тебе. Тебе придется принять в подарок Тетрис. Я думаю, вот удивится Жанна, когда получит Тетрис с надписью «С праздником, Вера!» Да. Дорогая Вера, зачеркнуто Жанна, поздравляю тебя с праздником нового, зачеркнуто, 8 марта. Дальше, Саша, зачеркнуто Гарри, Харри. АПЛОДИСМЕНТЫ Вера, давай еще раз. Давайте еще раз. Аня, что ты сегодня не успел подарить мне и подаришь завтра своей жене? Верочка, ну, во-первых, я начну издалека. Дело в том, что мы с женой, мы договорились, и я, если честно, и абсолютно серьезно считаю, что 8 марта не является большим праздником, потому что каждый день должен являться праздником и не обязательно какой-то день выделять. Поэтому мы решили подарки друг другу не дарить, тем более, что это было мое предложение изначально. И ты знаешь, и Наташа согласилась. Прости-ка ты своего деберя. Итак, мне крайне сейчас важно, что ты подаришь сестрам своей жены на 8 марта. сестрам своей жены на 8 марта. Братья, помогите мне. Надо было раньше думать, Саша. Прежде чем идти подойдет с криком одна хорошо, а четыре лучше, надо было думать, Саша. Я тебе не скажу, ты сдашь меня. Вера, а что ты... Я практически обзавидовалась уже вашим женам. А на газетке кто потратился сегодня? Ну, кто-кто. Ты не знал. Кто на них спал, тот на них потратился. Гарик, Вера, какие новости? Я не... Новости, вот смотрю на Хиллари, смотрите, как она улыбается. Какое у человека хорошее настроение, вот как у меня сейчас. У меня тоже есть Хиллари, которая улыбается. Вы знаете, а у меня есть... Тут она удивлена. А у меня есть Хиллари, которая улыбается и одновременно ловит такси. Посмотрите, как улыбается моя Хиллари. Твоя Хиллари улыбается прямо в лицо Николя Саркази и видно, насколько лицо Хиллари больше, чем лицо Хиллари. Вот смотрите, у меня фотография как ух... Для такой радости повод должен быть у человека. На всех фотографиях вообще улыбается. Я просто думаю, что Моника Левинский сдохла. Моника Левинский сдохла, так думает Вера. Она улыбается, показывает Вера Вера полагает, что так же думает и Хиллари. Значит, личный врач... Личный врач президента Венесуэлы настоятельно рекомендовал ему помолчать хотя бы в течение трех дней. У Гачавеса тяжелая ангина. У Гачавеса тяжелая ангина. У Гачавес на три дня погрузился в пантомиму, короче говоря. Хорошо, давайте на секунду сейчас попробуем представить, а что У Гачавес мог бы показать нации, не используя... Наивный, конечно. Что обычно показывает У Гачавес? В Америке он показывает два жеста обычно. Тут он показал кулак, вот так. Но это за секунду до того, как он начал растопыривать один из пальцев. Это фотография сделана за миллисекунду, когда пошла третья... И тут фотографии сказали, не надо. Эта фотография сделана как раз после того жеста, как Уга убрал правую руку от локтимулки изгиба. Когда он показывал... У Гачавес обычно обращаясь к Соединенным Штатам, он что он говорит? Он говорит... Вы достали нас! Он показывает, где у него брали кровь. Да, говорит, где у него брали кровь. А вот здесь брали. И из пальца. И из пальца, говорит. И вот здесь. Выход из той ситуации, что ему Уга нельзя говорить три дня. И есть выход. Он может молча ходить за бегущей строкой по стране. На три дня Ленисуэла погрузилась в молчание, а вот министра иностранных дел уже нет в Украине. Кстати, ты... Будь ласка, это украинские новины. Да, новины. Будь ласка. Украинская новина. Угриско снят с поста министра иностранных дел Украины. Я все понял. Привезла из Украины. О, Рейску. Ой, правильно. Виктор Степанович, спасибо огромное. У нас на украинскую мобу. Если есть не шутки, украинский парламент отстранил от должности министра иностранных дел Владимира Огрызко. Огрызался? Да. Огрызался. Огрызался. Да. Нет, он, когда в правительство пришел, он еще и яблоков был. Светлого Огрызка. Ну, уволили человека. Попользовались и выбросили. Во-первых, что он стал компотовым или конфетюровать. Вера, ты йогой продолжаешь заниматься? Продолжаю. А ты знаешь, что ты теперь не можешь продолжать йогой заниматься? Нет, я могу. Теперь Саша йогой занимается. Нет. Там занято. Не занимаюсь йогой заниматься. Я вам далю антирую. Нет, никто теперь не может просто так заниматься йогой. Это почему? Это мне хочется узнать. Что такое случилось? Ибо... Что Маня только просил научить. Ибо, как сообщает газета Новое Известие, правительство Индии объявило на этой неделе о решении запатентовать все права на секреты йоги. Кстати говоря... Слушайте, а как же я теперь буду Читарангадандасану делать? Верочка, ты можешь ее... Кстати, сделай-ка ее сейчас. Поздравь нас с 23 февраля. Прошу. Итак, друзья, йога... Теперь, теперь, никаких упражнений, никаких дыхательных упражнений, ни на растяжку, никаких нельзя делать, не заплатив, видимо, некую лицензию. То есть получается, что я не могу дома плотно закрытой двери из моего окна не видно посольства Индии в Москве. Не имеешь права. Я не могу встать в Читарангадандасу. В Читарангадандасану. Да. Ну и не могу, я и так не могу. Не помещается у меня там рука. Да эти руки, они вот здесь-то помещаются. Верочка, не показывай. Не пугай нас Читарангадасаной. Вер. Виноват индийский образ мышления. Они думают, что можно запатентовать такое глобальное мировое наследие, как йога. Они собираются. Создана специальная комиссия, в которую входит гуру, которым раздадут авторское право на упражнение физическое. Многие вышли из состояния смерти, в котором они пребывали последние две снижения. Из самадхи. Да. Просыпайся, гуру, спавший 600 лет под землей. Наконец-то мы сможем получить лавэ. Аблло! Аблло! Вставай, вставай, вставай! В связи с этим Камасутрой тоже нельзя будет? Нет! Нет, Вера, нет! Не надо сразу ставить крест на всём. Я готов, этот человек, скажу, практически все упражнения в йоге не совпадают с Камасутрой. Подожди секунду. Если я правильно помню Читарангадасану, там просто носки снятия Камасутра. Нет. Нет, Иван. Нет? Ребята, надо тоже что-то запатентовать у нас. В каждой стране есть что-то, что будет ответом на этот запрет. Я предлагаю запретить всему миру обнимать березки. И разговаривать с ними. Пусть платят. Пусть платят. Что сказать? Бобруйский трактор на сибирском конвейере. Это просто добор слов. Давайте перейдем к следующей теме. Следующей? Следующей. У меня просто тут такая красота. Вер, ну раз у тебя тут такая красота, и ты говоришь не про себя, видимо, речь идет о газете. Да, о газете. Нет, у меня речь идет о фотографии. О фотографии? С Андреем Аршавиным. О май гад. Да, смотрите, Андрей поймал кого-то зеленого за руку. Нет. Глюка поймал. Это просто единственный, с кем он подружился в команде. Написано, Андрей уже успел завести себе друга в арсенале. Им стал калисман клубом. Кто может разговаривать по-русски. Между прочим, до этого Андрей дужил со своим шкафчиком. Это не официальные версии. Это фотография Оршавина и такая должна быть подпись Оршавина обвиняет в допинге. Просто боюсь, что он после этого гонерзавра просто перестанет узнавать других своих коллег. Он уже перестанет за команде. Это бейсбольный чемпионат идет. Андрей, кстати, не испугался, потому что на чемпионате России по футболу он часто видел на поле таких игроков. Зелененьких человечек? Нет. Говоритесь, у нас два таких среди зрителей. Два таких защиты. Оршавинский шинник практически в полном составе такой. Был. А в сборной два, два брата таких же в защите играют. Посмотрите. Значит, друзья, давайте... Друзья, давайте поздравим Андрея Оршавина. Он отдал первый результативный пас, после которого был забит гол. Молодец. На счет его побед, очков, голов, пасов начался. Наши рвут Англию. Давайте поаплодируем Андрею. Андрей, вперед! Мы за тебя болеем. Андрей, вперед! Андрей Оршавин, вперед! Как будет вперед на английском? Вперед? Да. Вперед. Форвард. Форвард? Форвард. Андрей Оршавин, форвард. Ну, это просто констатация факторов. Полузащитник. Можно сказать гоу? Андрей. Ну что, его сокомандники поняли о чем. А ведь он... Они же собираются и смотрят всем арсеналом наше заседание по первому каналу. Андрей говорит, это моя любимая программа, собирайтесь. Они сидят и... Тем более, в час 8 марта это их любимая программа. Да, что-то... Они сейчас с женами, поэтому что-то по-английски для Андрея. Андрей, гоу! You are the best. And your wives and all girls in Great Britain from 8 of March. Так это же, да? And with all of our hearts... Хочется вести Евровидение, да? Друзья, смотрите, у меня вот замечательная тоже фотография. Называется статья «Служу отечеству чужому». Замечание, да. Гастарбайтерам, гастарбайтерам предлагают службу в российской армии. Коммерческую. Коммерческую. А можно, Сереж, на секунду? Это, я так понимаю, в газете «Труд» решили, что это такой яркий портрет гастарбайтера. Да. Стоит приехать джазовому музыканту и надеть что-нибудь теплое, как сразу он становится гастарбайтерам. Равшан и джамшут поедут служить в армию. Да. Придется мне сейчас все одному клеить. Гастарбайтерам предлагает государство за деньги идти служить в армию. Ну да, ну типа... Это и раньше не запрещалось, а сейчас поощряется. Сейчас поощряется. Равшан, джамшут, все. Армию. Какие плюсы? Плюсы какие? Если солдат попал в плен, то противник не сможет добиться ничего. Где танки? Где? Подожди. Я больше... Где самолеты? Марсалеты сломаются. Говори, где ваши? Хачи, нигде. Я бы убрал... Я тебя уничтожу. Непобедимый солдат. Да, это один плюс. По-моему, это самый главный. Ты сказал... Ты сказал... Сначала наша армия идет гордо на противника. Гарик, давай-ка мы разделим вот наша армия. Вот уже само правительство предлагает не разделять. Кстати. Теперь и я могу полетевать. Иди служи в российской армии. Я вас с удовольствием. А я медсестрой. Тогда я и на передовую пойду. Точно раньки меня... Я под пули лягу. Я... Режу и ногу. Я закрою амбразуру. Не все то, что делаешь ты, будет делать потом медсестра, Гарик. Но я закрою. Бера закроет. Понял, Иван. Ты не видел амбразовую. Бера. Друзья мои, заканчивается голосование. Вам нам не пора сказать. Пока мы не закончим, оно не закончится. Сейчас люди подсчитывают голоса на Евровидение. Ты понимаешь, ты отвлекаешь страну. Кстати, да, сейчас люди... Сейчас все бросатся... Самые главные две темы сегодня. Это 8 марта, которая будет завтра. Да. И Евровидение, которое сегодня будет. Которое будет в мае. У нас очень логичная передача. Очень логичная. Давайте еще обсудим 1 сентября, как там дети в школу пойдут. Следующая тема. Пеналы. Новый год не загорает. А там и Новый год не загорает. Новый 2014, когда в Сочи пройдет Олимпиада. Проджектор Перрис-Хилден. Мы идем в ногу со временем. Мы нацелены на будущее. Так вот, что я хотел сказать. Я хотела сказать. А вот что хотелось сказать медсестрам. Перебивайте меру. Сестришка, говори. Сеструха, валяй. Вот и все. Я не могу так говорить. Скажи. Вер, Вер, Вер. На самом деле, вам смешно? Мне реально, мне интересно и важно, кто будет нас представлять Евровидение. Дима, что сейчас почем голосует. Вы знаете, друзья, вы знаете, что Евровидение вообще рядом здесь все это снимают. И на самом деле, мы можем встать, пойти туда и посмотреть. И подарок сделать Вере. Вер, ты хочешь посмотреть? Ну и сейчас? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давайте реально пойдем. Легко. А куда? Далеко? Рядом здесь. Здесь рядом. И это будет наш подарок тебе на 8 марта. С 8 марта. Ребята, пойду первым просто. Деньги сэкономим на подарки. Показать подарок. Пирожные нельзя. Ребята, пирожные там остались. Пирожные. Мне вот одно только. Понимаете, 7 штук пирожных. Давайте возьмем. Не с пустыми руками хотя бы. Ну, ребята. А где-то. А там есть пирожные? Есть. Деньги сэкономим на подарок. Деньги сэкономим на подарок. Через несколько секунд мы узнаем, кто победил. А пока что вот они, не обманщики, прожектор Пэрис Лилтон. Присаживайся. Слушай, потрясающая песня. Отлично. Спасибо. Поздравляем. Как проявляем. Я единую смс-ку за тебя послал. Спасибо. Ты прямо взорвала. Один вопрос, ребята. Как мое португальское произношение? Ребята, это ведущий я на всякий случай, хочу сказать. Это правда? Да, это ведущий. Это вот этот человек нас подсидел? Да, он подсидел нас. Это вот этот человек решил нас 600 долларов вообще. Давай присядем. Сереги, вот таких людей мы остались без работы. Саш, да. То, что нас не взяли ведущими сегодня, это еще половина беды. Нашу песню не взяли, наш видеоклип, который мы снимали для Евровидения. Это обидно. Мы сняли все. Мы сняли все. Подождите, ребята. Присарались. Я все понимаю. Сейчас я все объясню. Я все объясню. Вы же знаете. Сидеть на двух стульях нельзя. В пятером тем более. Поэтому. Вот и домой идите. Вера, я жду тебя за сценой, а у вас несколько минут. Вом. Прошу. Удивительно, удивительно. Поди вом. Дорогая страна, вы понимаете, мы так старались. Посмотрите на нас в пятерых. Мы должны были вести этот удивительный конкурс. Понятно же? Мы прислали DVD, сняли клип замечательный. Фантастический клип, выступление. Ну только если бы Сережа там не стал в этом клипе. Я на заднем плане жонглировал бобрами. Ну и хорошо. Зачем ты их поджег? Ты все испортил. Сережа, я не думаю, что это явилось главным фактором. Главное, из-за чего нас не взяли, я уверен, это то, что мы пели ту же песню, что и Валерия сегодня. Ребята, дело в том, что, во-первых, я обожаю тебе, во-вторых, я понимаю массивы композиции. Давайте послушаем меня, Вань. Я, между прочим, я знаю все. Он в своей стране, ему можно доверять. Ребята, ну давайте хотя бы проведем финал уже, мы можем же это сделать. Если бы нас взяли нашу песню, вот смотрите, я гарантирую, что Армения отдала бы нам 12 баллов. Саш, за Украину, ты бы гарантируешь? Отвечаю. Сереж. Весь Екатеринбург бы проголосовал. Я уверен, что все бы... Азбез, Нижний Новгород. Уймись, все бы мужчины проголосовали бы за Веру, я убежден. Все женщины за тебя, Ваня. Спасибо. Даже я, включая Воронеж. Он обычно находится на... Не взяли нашу песню, возьмите нас хотя бы ведущими, нас пятим, это лучшая пятерка. Мы умеем. В мае. В мае мы придем, смотрите, сколько плюсов. Во-первых, Сашка говорит на английском, как на родном. Саш, продемонстрируй. Санек, давай. Лондон – это капитал Грэйт Британии. Один в один. Это Серега говорит на русском, как на родном. Сережа? Аз есть дурманы гороховые. Шелестит упряжкой вялая зязь. Такого произношения не было даже у Некрасова. Ваня из Питера, это большой плюс. Да, друзья. Ваня? Поребрик, парадная. Ксения, переезжайте в Москву. Видите? У меня есть огромный плюс. У меня есть виза. Виза. В мае я ее продемонстрировал. Я понимаю, что конкурс состоится в Москве. Регистрация, ладно, все. Виза гражданам Армении здесь не нужна. Слава Богу. Вера. У нас есть вера в то, что если нас возьмут пятерых, мы порвем Евровидение. И самое главное, мы единственные пять ведущих в стране, которые готовы сами заплатить, чтобы ввести этот комплекс. Это наши единственные условия. Где мы возьмем деньги. Где мы возьмем деньги. У меня есть идея. Пару дней тому назад она пришла. Я предлагаю прямо сейчас, в прямом эфире, мы все объявим, что мы заканчиваем свою трудовую деятельность, уходим из шоу-бизнеса и делаем прощальный тур. Подождите, подождите. Уходим из шоу-бизнеса? Да, да, да. Это первый случай, когда человек, не успев прийти, уже уходит из шоу-бизнеса. Не-не-не, прощальное турне, это будет работать. Соберем деньги. Даже название придумал от марта до марта. Кто дал Саше микрофон? Хорошее название. Ну что, друзья, я думаю, что это мысль. Короче, для корпоратива 8-926. Дальше, ну, не знаю. Спросите Гарика. 8-926. Вы знаете, друзья, тем не менее, я убежден, что все проголосуют за нас. Если нам или вам не нужны пять ведущих на Евровидении, возьмите одного. Достаточно одного уверенного. Ваня, подожди, мы забыли о том, что мы сделали так, что мечта Веры сбылась. Она хотела на 8 марта подарок – побывать на Евровидении. Хотя бы на отборочном туре. Она появилась так далека. А теперь хочу в финале побывать в Евровидении в пятерке лучших ведущих. Эта мечта тоже сбудется, Вер. Но перед этим осталось всего несколько минут. 58 до 8 марта. Желаем всем участникам удачи. Депуха, депера. Удачи всем! И с наступающим восемь марта всех женщин, девушек, бабушек, девочек. Да? С нами Урал и здравый смысл. Ура! Дорогие друзья, казалось бы, все. Казалось бы, прямо сейчас мы могли бы заканчивать. Но есть время, слава Богу, и есть время не только поговорить о Евровидении, но и поговорить о себе. Саша, пожалуйста. Вера, говори. Вера, вот именно твоя смешливость, прежде всего, не помогла тебе удержаться в группе Виагра так долго. Кстати, вот новый состав группы Виагра. 8, 926. Давайте еще один прощальный тур сделаем. Вы знаете, слушайте, ну а что бы нам сделать для того, чтобы нас обязательно все-таки пригласили ведущими Евровидении? Я бы мог выступить. Я думаю, что наша пятерка, мы можем сформулировать... Гарри говорит не про автомобиль, а про нас. А может быть, сейчас, просто перед тем, как объявят уже результаты, может, все-таки выступим на сцене? Вера, я думаю, что одна девушка и четыре Меладзе, это чересчур для группы Виагра. Вы не чувствуете, что нас чересчур много парней? Юля, вари борщ, я скоро буду дома. Все, еду. Я тоже поеду. Тебе некому сказать? Ты что, на Украине? В этой стране. Я очень беспокоюсь, когда закончится голосование, потому что иначе мы... Голосование продолжается прямо сейчас. Тем не менее, друзья... Ваня, как ты думаешь? Я не могу показать, ты прямо в эфире. Кто победит? Я бы хотел объявить вот о чем. Через несколько секунд мы узнаем, кто победит. Но мы не можем произнести их имена по одной простой причине. Мы не знаем их имена. Но есть люди, которые могут это нам сказать. Андрей, Яна! Андрей, Яна, вы нас слышите? Да, конечно. Итак, блистательный Иван Урган, Александр Цыкало. Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и присоединившийся к ним Вера Брежнева. Но, друзья, сейчас абсолютно, кроме шуток, мы действительно приближаемся к тому, чтобы узнать ту самую тройку лидеров из всех тех, кто сегодня выступал, по мнению телезрителей Первого канала. А это без малого. Вся Россия. Спасибо.